Прежде чем говорить о лучевом лечении, нужно сказать, что есть три основные международные издания, которые являются основополагающими для нас при использовании лучевого лечения при саркомах мягких тканей. Первое – это североамериканский центр, который показал, что проведение лучевого лечения в сочетании с хирургическими методами намного эффективнее и улучшает локорегиональный контроль при сравнении только с хирургическим методом лечения. То же самое показали и бостонские радиотерапевты, которые провели достаточно большое исследование и показали, что подведение доз выше 60 грей не имеет никакого значения, потому что увеличивается токсичность, увеличивается число осложнений, а эффективный лечебный эффект совсем не улучшается. И в настоящее время дозы больше 60 грей, вот как показано, 68-60 грей уже не подводят никто. 60 грей является максимальной лечебной дозой при саркомах мягких тканей. Следующее достаточно заслуживающее внимания литературное издание – это под руководством Соливана, которые провели самое большое исследование при заболеваниях сарком в сочетании с лучевой терапией, где было выполнено… Как переключить? Было две большие группы при проведении хирургического лечения. Это, естественно, основной метод, при котором использовалась предоперационная лучевая терапия и послеоперационная лучевая терапия. И было показано, что ни предоперационная, ни послеоперационная лучевая терапия не влияет на выживаемость. И основным и таким печальным, так сказать, опытом является то, что пациенты при саркомах мягких тканей в основном погибают от генерализации процесса отдалённых метастазов при хорошем локорегиональном контроле. Ещё раз скажу, что предоперационная и послеоперационная лучевая терапия достоверно не влияют на общую безрецидивную выживаемость. Это то же самое ещё раз показывает то, что проведение предоперационной и послеоперационной лучевой терапии никоим образом не изменяет общую безрецидивную выживаемость. То, что касается России, был предложен проект в Министерство здравоохранения по сарковому мягких тканей в 2018 году, который был разрабатывался и рекомендован, и фактически уже принят к своему решению, где было показано предоперационное преимущество и предоперационного лучевого, и послеоперационного лучевого облучения. И то, что касается предоперационного лечения, это прежде всего снижение злокачественного потенциала опухоли, тотальное повреждение субклинических очагов опухоли, уменьшение объёма опухоли, которое даёт в последующем для хирургов проведение хирургического лечения в радикальных объёмах, в ряде случаев перевёда неоперабельных пациентов в операбельные, и проводить хирургическое лечение, не проводя количественной операции. Снижается биологическая активность опухоли и создание более, как я уже сказала, оперативных вмешательств, уменьшение перифокального отёка, формирование опухолевой капсулы и более чёткое ограничение опухолевых масс от здоровых окружающих тканей. Послеоперационную лучевую терапию лучше всего разрушение гипотетических диссеминированных клеток, которые, возможно, остались после операции, иногда получаем положительные края, и мы используем послеоперационную дистанционную лучевую терапию в пролонгированном режиме при разовой очаговой дозе 2 ГРЭЯ суммарно 50 ГРЭЙ. Немножко забегу вперёд по поводу сочетания предоперационной лучевой терапии и послеоперационной терапии. У нас в своё время был один опыт, когда пришла к нам пациентка с очень большой опухолью в малом тазу, хирурги предложили провести лучевую терапию, поскольку опухоль была действительно очень больших размеров, она была вколочена в малый таз. Тогда мы ещё плохо понимали о возможностях стереотоксической лучевой терапии, и этой пациентке была предложена и выполнена брахиотерапия. В результате этого лечения опухоль значительно уменьшилась, что дало возможность хирургам провести хирургическое лечение и убрать основную часть опухоли. Мы получили положительные края, в принципе, другого мы ничего не ожидали, учитывая такой вколоченный характер процесса. Поскольку брахиотерапия является инвазивным методом воздействия, но количество сеансов значительно небольшое, мы подумали, а может быть нам нужно использовать стереотоксическую лучевую терапию, которая вообще 10-15 лет назад, это были вообще единичные случаи, и использовалась она практически как палеотивный метод лечения. И эту программу мы назвали ножницей-резинкой, потому что первым этапом предоперационная лучевая терапия предусматривает подведение больших доз исключительно только на опухолевый очаг. То есть фактически мы вырезаем этот опухолевый очаг, подводя на неё серьёзные дозы. И второй этап – это резинка, когда мы просто подчищаем уже после выполнения хирургического лечения, получая какие-то морфологические результаты, в частности, если это положительные края и опухолевые клетки в краях резекции. Почему мы стали думать именно о стереотоксическом методе лечения? Вот на этой табличке очень хорошо видно, что используя дистанционную лучевую терапию в пролонгированном режиме, когда подводится за 25 фракций по 2 грея 50 грей, эффект лечебный в зависимости от режима фракционирования, как вы видите, практически одинаковый. Наиболее удачные методы – это по 5 грей за 5 фракций, по 10 грей, по 8 грей. Прежде всего, это уменьшает количество сеансов. Пациент находится меньше в стационаре, и тем самым мы уменьшаем время до выполнения хирургического лечения при том же самом лечебном эффекте. И даем возможность проведения химиотерапии до начала хирургического лечения. Тем самым еще больше уменьшить опухолевый очаг. В сочетании классического фракционирования и предоперационной лучевой терапии – это уменьшение агрессивности опухоли, снижение объема и все те мероприятия, о которых я уже говорила. Послеоперационная лучевая терапия – это воздействие на субклинические очаги. Предоперационное – уменьшение объема, снижение биологической активности, точное определение топографии очага – это то, что вырезание опухолевого очага, уменьшение длительности лучевого лечения, может быть проявление индукции иммунологического ответа и сочетание с системным лечением. Как это все происходит в жизни? Вот вы сейчас видите планирование предоперационной стереотоксической лучевой терапии. Лучевая терапия проводится оконтуриванием только в пределах опухолевого очага из расчета, что клинический объем – это только опухолевый очаг и плюс 0,5 см – это планируемый объем. Подводится доза за 5 фракций, разовая очаговая – 5 грей, то есть весь опухолевый очаг получает 25 грей, с градиентом дозы в центре опухоли – 35 грей. То есть мы имеем такие технологические возможности на центре опухоли, и отступя от наружного края опухоли 1 см, разовая очаговая – 7 грей, и тем самым центральная часть опухоли получает 35 грей. Это вы видите дозное распределение, когда по краю идет резкое снижение градиента дозного распределения, и в центре идет максимальное дозное воздействие. Тем самым опухоли только, вернее, дозное распределение только в пределах опухолевого очага. Максимально защищены окружающие и здоровые ткани. В данной ситуации еще нужно сказать, что до хирургического лечения очень большое значение мы уделяем и коже, потому что мы понимаем, что этот опухолевый очаг, даже если там возникнет, будет сильный выраженный некроз, он будет удален. То кожа – это необходимо для того, чтобы закрыть кожный дефект, и кожу мы должны обязательно щадить. Если в ряде случаев бывает, что опухоль очень близко подходит к коже, то в таких случаях для того, чтобы щадить кожу, этот край опухоли получает меньшую дозу именно с тем усчетом, чтобы кожу максимально защитить. Это уже послеоперационная лучевая терапия. Вы уже видите, что и планирование имеет уже само оконтуривание значительно большие размеры, потому что ложе с учетом распространения по лимфогенному пути значительно берется по 5 сантиметров от предполагаемого опухолевого очага. Мы всегда используем при планировании предоперационную лучевую терапию, и мы фьюжируем предоперационные компьютерные данные, накладываем на то, что получаем уже после операции, компьютерную томографическую картинку, и тем самым проводим уже совершенно другое... Это послеоперационное изодозное распределение. Вы видите, что здесь и дозы совсем по-другому распределяются. Нет уже таких горячих точек. Планируемая доза здесь 2 Грея, 25 фракций. По данной программе у нас уже отлечено около 10 пациентов. Это несколько раньше делалось. Период наблюдения от 3 до 18 месяцев. И было отмечено, что количество осложнений значительно снизилось. Локорегиональный контроль значительно лучше. Выраженное снижение к И-67. По результатам патоморфологических исследований... То есть, еще раз говорится, хочется подчеркнуть в пользу проведения стереотоксической лучевой терапии, как один из ведущих сейчас методов. Сочетание этого предоперационного облучения с последующим проведением пролонгированного послеоперационного облучения в дозе 50 Грея не приводит к увеличению числа серьезных послеоперационных осложнений. Но поскольку мы только в начале пути, конечно, это требует еще очень много работы. Что в пользу стереотоксической лучевой терапии, еще хочу вам привести один клинический опыт. В прошлом году у нас был пациент с 64 лет, у которого была забрюшенная липосаркома. Анамнез с 2012 года. Он неоднократно получал хирургическое лечение в других медицинских учреждениях, не только России, но и за рубежом. И к нам он пришел в мае 2018 года, когда у него было два забрюшенных лимфатических узла. Один был размер 10 на 8, и второй самый большой, 23 сантиметра в наибольшем измерении. Мы, учитывая размеры и такую локализацию, решили на один узел провести стереотоксическую лучевую терапию. Это 5 фракций по 5 грей до 25, из расчета того, что центр опухоли получает 35 грей. И на второй узел мы проводили пролонгированную дистанционную лучевую терапию. За период наблюдения и за период того, как мы проводили... Это изодозное распределение. Это стереотоксическая лучевая терапия. Здесь было всего, еще раз повторю, 5 сеансов. И пока мы проводили дистанционную пролонгированную лучевую терапию, этот узел значительно уменьшился в размерах. Мы достаточно думали, что все будет замечательно. И подготовим пациента к последующему хирургическому лечению. Но за 25 сеансов, вот это уже изодозное распределение дистанционного компонента, второго большого очага, на фоне проведения лучевого лечения за последние 2 недели, этот узел очень увеличился в размерах. К сожалению, хирургическое лечение выполнить ему не удалось, и дальнейшие события с пациентом сказать невозможно. Это клинические случаи, которые нам хотелось показать вам в пользу проведения стереотоксической лучевой терапии. Сейчас это один из ведущих методов у нас, и мы его достаточно широко используем, пусть даже не в сочетании с послеоперационным лучевым методом, как второго этапа. В ряде случаев мы используем стереотоксическую лучевую терапию как самостоятельный метод лечения. Но, еще раз повторяю, что мы только начинаем этим заниматься, естественно, у нас еще очень много впереди работы.